Всем привет! У нас сегодня... Да, по секрету, по секрету, мини-праздник. Варежка! Дашке исполнилось два с половиной года. Ну, через несколько часов будет прям официальное исполнение. И мы вот тут играем в одну игру, которая называется «Угадай, что в кармане». Или «Найди дуракол», «Найди варежку». У этой игры много названий. Но вот она вот так выглядит. В один карман прячется одно, в другой карман прячется другое. Так. Очень надежно прячется. Никто не знает, что где. И потом я спрашиваю. «Даша, а где дуракол?» Да, по секрету. Где дуракол, Дашулька? Да. Да, по секрету. Нет, это не ту. В общем, я спрашиваю, где дуракол? Она неожиданно достает дуракол. Да. Потом «Где варежка?» И неожиданно достается варежка. Где дуракол? Правильно! И вот так вот мы сидим и играем. Классно, да? Да-да-да-да-да? Да. Нет, мы тут будем играть. Мы тут будем играть. Я никуда больше не хочу уходить. Я тут так хорошо сижу. Угу. Ой, что там? Носок падает. В общем, прыганье на кровати было, есть и остаётся любимой развлекательной игрой. Энерговыводящей игрой. Да, только теперь добавляются такие прыгнуть в полёте, упасть на попу, там как-то ещё, что-то ещё. В общем, повернуться. Да, вот туда-то сюда, в общем, даже совершенствовать свой прыжок. Да. Ой, аккуратно там край. Мыли у бабуси два весёлых гуся. Один серый, другой белый, два весёлых гуся. Мыли гуси лапки в луже у канавки. Помнишь, как они кланялись? В общем, один раз я показала Даше, как гуси кланяются вот так вот в пол, и она под всю эту песню хлопала и кланялась, хлопала и кланялась. А теперь уже всё. Уже поклоны ушли в забытьё. Да, Бубух? А носки разные, потому что Даша сама их надевала. Вчера она даже утром встала и самое первое, что сделала, пошла, открыла шуфлядку, достала носочки и сама их надела. Представляете? Что? И лбом ещё где-то ударилась? Ну, это ты уже расскажи, я этого не помню. Что, лбом ударилась? Да. Ой. Дай поцелуй, и всё пройдёт. Давай. Всё, неважно, куда, главное, тёмь. Ещё самое смешное, вот мы ложимся в обед спать, к примеру, ну там или вечером, и я ей говорю, Дашка, прыгай в кровать, или я лежу уже и говорю, Дашка, прыгай ко мне. И вот она на самом деле прям прыжками прыг-прыгает ко мне. Прям всё воспринимается дословно. Ой, носок падает, ой. Поклон. Кстати, насчёт спать в обед, она сейчас, не знаю, спит по-разному, она и в одиннадцать уже может заснуть, и в два, и по-всякому. Но чаще вот она почему-то стала в одиннадцать, в полдвенадцатого, там в двенадцать, она уже всё просто засыпает. И это крайне вот для меня лично неудобно, потому что раньше мы могли до обеда там куда-то выйти, что-то сделать. Сейчас она засыпает, если она не поспит, она злится, ну, как ребёнок, который не поспит. И, короче, да. И мы вот выйти никуда толком не можем, потому что она потом просыпается, надо поесть. Потом она спит полтора часа, час сорок, вот так примерно. Да, молодец, уложила. Ты ей тёмок дала? Тёмик дала ей? Поцелуйчик дала ей? Она ж не сможет заснуть тогда никак. Ой, ой, ой. Ой. Даша, слышали? Научилась целоваться. Научилась целовать, вот именно так. Тёмичку, тёмичку давать. Будешь рисовать? Да-да. А что ты будешь рисовать? Кружочки? Ой, молодец. Да. Даша любит в последнее время рисовать кружочки. Вот просто везде, где можно. Да, молодец, молодец. Да. Ой, браво, браво. Ой, всё в кружочках. Ой, ой, ой. Да. Ты что, переезжаешь? Ой, 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 ой. Всем привет. У нас сегодня на самом деле уже другой день. И, честно говоря, у нас вчера была очень плохая погода. Спасибо, да. Спасибо, спасибо. И я не хотела снимать в доме, потому что у нас в последнее время постоянно видео в доме. И я хотела немножко обновить обстановку. Алло-лё. И такая, думаю, подожду до завтра. Завтра должна быть погода получше. А сегодня такая же погода. Ветер, дождь, слякоть. На, лови мяч. Лови мяч. Ой. Ну, всех кукол надо раздеть. В общем, вернулись мы к нашему этому вот излюбленному месту вещания. В общем, сначала то, что касается, то есть, что вот это вот измерительные данные. Я сейчас её взвешивала на весе 12,2 вот в этом наряде. И она только покушала недавно. Но, так, насчёт еды потом скажу. И рост у неё 92 сантиметра. Мы вчера тут измерялись. И причём она встала так ровненько. Раз, голову прижала к этому. Вот я так смотрю 92. Потому что в прошлом месяце было всего лишь 90. Ну, конечно, она стояла то ногу влево, то ногу вправо, то голову туда, то сюда, то что ты там делаешь, то-то-то-то-то. Короче, мне казалось, 90 сегодня, то есть, вчера ровненько она стояла, было 92. И я заметила, на самом деле, что она выросла как-то вот так резко, потому что вся одёжка впритык, вот просто уже впритык. Моя любимая часть Дашиных игр. Насчёт еды Даша ест всё подряд, но мне иногда кажется, что она не хочет есть то, что готовлю я. Потому что в обед мы едим вдвоём, и вот у неё начинается буду-не буду, хочу-не хочу, это не то-то, не это. И у нас вечные проблемы. Потому что, если она не поест нормально, то, естественно, начинает капризничать, как всегда это было, как у всех это. И, короче, мы немножко вот, мы немножко боремся с этим, хотя, честно говоря, ну что я ей сделаю, если она не хочет есть? Вот если она просто, если вот она просто не хочет есть то, что я ей даю. Я ей на выбор предлагаю всегда третье, десятое. Даша, ну зачем две коробки? Я не могу на это смотреть, а на это ещё меньше, когда она начинает всё вот так вот разгребать в поисках, не знам от чего. Ну, короче, в общем, в этом месяце Даша научилась петь песни. Даша, ты поёшь песни? Даша, ты поёшь песни? Давай танцевать ещё вот так, романтично, да. Романтично танцевать, Даша, романтично. Давай. Вот это у тебя романтично. Другое ещё классное, что мы делали в этом месяце, вот прям в этом месяце, прям пару дней назад, мы ходили по лужам. Я купила Даше резиновые ботиночки такие. То есть это не ботинки, это сапожки такие, и там у них где ножка вот эта вверху, там такие вот штучки, типа как сумочка, да. И Даша такая решила, что это сумочки, вот взяла их и складывала в них карандашики, ходила с этой сумочкой по дому. Потом она, конечно, обалдела, что в этом можно ходить по лужам, но, судя по всему, ей понравилось. И я хотела сегодня тоже выйти походить по лужам, но ветер очень сильный и холодно, поэтому прогулка отменяется. Идём теперь в другую, а то тут уже вода грязная. Вот тут смотри, какая лужа, ты чё её не замечаешь? Прикольно? О, да. Да? Нравится, правда? Я бы тоже так походила, но у меня кеды притекают. Ой, ты воду в канализацию сливаешь. Понятно. Ой, ой. Кеды. Да. Ооо. Чудеса в решете. Чудеса в лужи. Ой, это уже глубоко. Молодец. И твоя любимая, Даша, какая? Насчёт сна ещё тоже. Засыпает она. В 10 мы идём спать. Ну, то есть, у нас было это раньше, пораньше немножко. В 9.30 мы шли спать. Но она крутится и вертится просто без конца и края. Вот по полчаса она ёрзает взад-вперёд. Я, естественно, хочу спать. Джеймс тоже. И вот она то туда, то сюда, то туда, то сюда. А 10 раз сбудет меня, пока она сама заснёт. И мы решили просто идти позже спать. Может быть, она на самом деле не устает. И чего над ней издеваться? И над нами тоже. И, короче, мы теперь идём... В общем, в 10 мы начинаем ложиться. Мы начинаем собираться. То есть, пойти почистить зубы, там одеться-переодеться, все вот эти вот процедуры. Потом мы ложимся, и она всё равно ещё минут 15 должна поёрзать взад-вперёд. Это бывает крайне редко, когда вот она засыпает сразу, при том, что она в день минимум час просто ходит. Вот мы ходим гулять, мы выходим на часик, и очень редко она хочет именно кататься там в уточке своей. Мы просто гуляем, мы просто ходим. Ух ты, как ты его посадила, классно! Вот мы ходим, ходим, но она всё равно, вот, я не знаю, не устает, что ли. Днём просыпается она потом. Но вот на этой неделе было в 7.10, в 7.15, в 7.20. Ой, молодец! Посадила его тоже на велик. Помочь? Это редкие моменты, когда Даша позволяет ей помочь. Обычно она всё сама, и ты ей, вот, держи, и ты ей не можешь ничем, ни в чём помочь. В общем, ещё пару недель назад она просыпалась после 8, и это было классно, потому что если я встала рано, то я могла много чего успеть сделать. А сейчас, получается, я встала, поработала там 2 часа с половиной, то есть только раз за то самое. И Дашка уже встала, и, естественно, все мои работы прекращаются. Но, с другой стороны, она научилась играть сама. Вот она может спокойно минут 15 поиграть сама. Вот так, конечно, потом выглядит всё аналогично и ещё хуже, но зато вот она сама. И такая вот она однажды сидит на кухоньке своей, и что-то там играет. Я думаю, боже мой, как замечательно. Я могу спокойно там перед телевизором, да, посидеть, повязать. Она ходила то туда, то сюда, что-то там ля-ля-ля-ля-ля, и потом вот она просто пропала. Думаю, что же она делает? Играет на кухне, думаю, ну, недаром покупали, вот она научилась играть, вот она понимает, как это интересно. Короче, потом, после какого-то вот этого затишья, я прохожу мимо, смотрю, что делает Даша. Она берёт воду и переливает её из стаканчика в бокальчик, из бокальчика в чашечку, из чашечки в какую-то другую мисочку. Короче, она просто её вот так, в самой этот вертолётике, тьфу, вот этот ищешь. Она просто играет водой. Воду она берёт из фонтана, в открытом доступе, подходит, черпает, и начинаются вот эти переливания просто. И ещё, что я заметила, она очень нежно начала играть с куклами. Это вот просто, я не знаю, это... Ой, боже мой, она тех кукол, и просит, чтобы я их завернула, и она потом ходит с ними, носится, и в колясочке их катает, и в кровать спать укладывает, и даёт им тёмики. Боже мой, это такая нежность. И вот раньше, я могу спокойно сказать, до вот этого периода, то есть от двух-четырёх до двух-шести, да, это вот просто нереальный скачок, как она заинтересовалась куклами. И вот она ходит, с ними играет, что-то там, тра-ля-ля-ля-ля-ля, надоело всё раскидывает, просто вот всё раскидывает, выкидывает. Ты их кормишь, что-то? Ну ты что, нож ему в горло решила засунуть? Да-да-да! Нет, ему только в ротик надо в самом начале в губки положить. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Он прыгает, да? Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. Всё, он прыгался? Да. Ой, ты на лошадке будешь катать. О, так неожиданно. А внизу уже лежит заяц и ещё одну куклу, да? Ещё у неё есть просто вот милость вообще неимоверная какая-то, когда она видит что-то маленькое. Она делает вот так чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Типа, посмотри, какая маленькая! И вот это касается всего, абсолютно всего. Про тебя рассказываю. Еще она очень любит кошек Мы заходим на инстаграм Я по хэштегу там кошки, кэтс и тому подобное Просто смотрит видео Просто смотрит и восхищается и умиляется Просто вообще кошка это, я не знаю Ой, любимое животное просто Очень они ей нравятся Еще она перестала любить фотографироваться То есть она не разрешает себя сфотографировать Только видит, что я на нее направляю телефон, камеру, неважно что Она убегает, прячется И это какой-то парадокс Потому что она очень любит потом посмотреть на фотографии Вот я, давай, Дашка, я тебя сфотографирую Направляю на нее, она, нет, нет, нет А потом, покажи, что получилось Должна посмотреть Она сама листает фотографии Сама смотрит видео Она в моем айфоне находит новые функции О которых я не знала Ну, во-первых, мне это не надо Но Даша нашла Например, она знает, как составить фотоальбом Как выйти вот на эту функцию, да Где по лицу Айфон сам, как эти, подбирает фотографии Да, вот допустим, все фотографии, где я на них есть И ты выбираешь, типа, как посмотреть фотоальбом под музыку Однажды я просто слышу, как с моего телефона доносится музыка, которой там быть не должно Откуда? Я подхожу и учусь, как это надо делать И еще, если честно, мне слабо верится, что уже прошло два с половиной года Два с половиной года, это вообще Я помню, когда ей было полгода В тот день была очень хорошая солнечная погода И мы вышли за село фотографироваться И она такая маленькая, такой пухляшечек А сейчас только щечки остались такие пухленькие И все Радыш, Ольга, ты скажешь пока-пока Всем, кто нам смотрел Скажешь? Вообще, не знаю, о чем речь Что она от меня хочет В общем, я с вами прощаюсь Спасибо, что были с нами Пока-пока Что у тебя там при брючке? Что у тебя при брючке? Ну, ой, покажи скорей-скорей Да-да Да-да-да Да Да-да-да 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 Да? Да-да-да Да-да-да-да Да-да-да О, Лего! А руки грязные теперь? Да-да Давай, скучи на верблюде Давай! Как ты зайка всадишь? Нет, Нишулька, так он уедет далеко На коленки его ставит Вот! Он же маленький такой Да? Да? Ой-ой-ой, прям зацеловал этого пушистика Прям вообще Да-да-да